На сам доклад 15 минут плюс 5 минут на вопросы. Ну, если вот там в 15 минут докладчик не укладывается, то может занять какое-то время от вопроса. Вот постарайтесь уложить в целом свое выступление в 20 минут. Значит, и первый у нас по программе доклад Бориса Алексеевича Захарьина «Механизм порождения высказывания в грамматике Панине. Дистрибуция семантических и грамматических элементов». У меня выключено. Что мне тут нажимать? Ну вот там есть где-то должна быть кнопка «Демонстрация доклада» у того, кто выступает. Тогда просто доклад, просто ваша презентация будет показана на экране. Видно ли, да? Вот сейчас что-то, сейчас не видно пока. Не видно. У меня полон экран занят слайдами. Демонстрация экрана там есть. Антон, там, значит, вот я тут вмешалась, чтобы, значит, вот обычно там share screen, а потом идет start sharing, да? И вот когда, но здесь, по-моему, когда нажимаешь share screen, то появляются какие-то share compound sound, optimize, там, Microsoft. Вот это Microsoft PowerPoint, да? Нажать. Вот у меня не было такого, когда я… Да-да, выбирайте окно с презентацией, которое у вас там уже запущено. У вас порву пойти, да? Вот, вот сейчас, вот, вот сейчас хорошо. Все появилось, да? Сейчас сработает. Это какая-то другая версия. F5, чтобы запустить на полный экран демонстрацию. А сейчас она не на полный экран? Сейчас часть экрана занята кадром. Или показ слайдов сверху в меню, сверху в меню PowerPoint, показ слайдов. А, так уже это ушло, или нет? Значит, что вы говорите? S? А, F5. 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 Это по весь экрану верхних. А, это вы… Так, сейчас. Все равно не видно, да? Так, ну это вот сверху в окне PowerPoint, показ слайдов. Ну сейчас же уже открыт экран, поэтому больше ничего нету, кроме открытого экрана. Значит, что, его опять спусти… Минимайзи его? Нет, нужно перейти в окно PowerPoint и там нажать «Впять». Активируйте окно презентации на мышку на нее, на саму, на самую презентацию, и F5. И вот так вот. Нет, это вообще другое что-то. Ой, я кажется, вышло. Вы меня видите? Да, да, видим. Да, видим. Или вот тут вот, показ слайдов. Ау. Ну, все время пройдет в этом. А сейчас есть? Нет, ну, может быть, действительно лучше оставить так, потому что все равно все нормально видно. Уже ничего нет. Нет, ну вот на нашем… Мы все видим. Мы видим, да? Мы все прекрасно видим. Да, ну а у нас теперь нет, потому что мы же… Есть какая-то другая система. Да, вы знаете, мы столько уже раз были в зуме, в этих конференциях, и там была какая-то другая система. Теперь я просто не соображаю, значит, что делать, потому что… А сейчас мы есть? Да, да, вы есть, мы вас прекрасно видим. Да, да, и все, и вы есть, и доклад есть. И доклад есть. Да. Так. Я не знаю, так, что сделать. Как же его сделать? Значит, а если… Альтак, чтобы… А сейчас он есть у вас? Да, у нас все есть. Значит, он везде есть. Да. Так, спасибо. Добрый день всем. Большое спасибо организаторам конференции. Мне приятно вспомнить Зою Михайловну. И, в общем-то, приятно появиться хотя бы в виде электронной тени в отделе, в котором я когда-то работал, и который покинул в начале 70-х годов. Я еще хотел сказать вот, что, слушая Олега Первого Агетовича, о том, что, значит, он много говорил о необходимости прикладных исследований и привлечения каких-то фирм, которые будут заниматься технологическими проблемами. Я бы хотел обратить внимание также и его, и всех присутствующих на то, что существует огромная, так сказать, почти неизведанная планета. Это древнеиндийское языкознание. Гигантский совершенно пласт культуры народа, интеллектуальные представители которого в течение веков рассмышляли, так сказать, занимались такой саморефлексией над собственным языком. И вот продуктом этого явилась, в частности, грамматика Панни и все последующие исследования. В мире этим занимается очень немного людей, интересуется, и у нас это дело упущено совершенно. Потому что, когда говорят об индийской культуре, о существовании древнеиндийского языка, интересуется, и у нас это, и фактически, в общем-то, оно нигде или очень мало где присутствует. То, что мне сегодня позволено будет сказать в течение 15 минут, я постараюсь изложить, но это, конечно, крохотная частица того, что хотелось бы вообще говоря сообщать. Итак, начнем благословить. В своей санскреской грамматике Аштадьяи, который обычно переводят на русский язык как «восьмикнижие», хотя там никакого книжия не было, поскольку это целиком устная традиция, Панни опирался на три ведущих гиперкласса единиц. Это глагольные корни, дхату, именные основы протипадика и аффиксы, пратьяя. Значит, перечник классов и подклассов различных дхату содержится в приложении, в дхату-падхе. В другом приложении, ганна-падха, содержатся списки первичных протипадика. Аффиксы, пратьяя, членимые на классы, из которых важнейшими являются флексии, веб-акте, и грамматические суффиксы, векарона, указываются списками внутри самой грамматики. Они двигаются. Здесь вроде все. Да. Значит, кроме единиц фонетики и соответствующих букв, Паннинисты не располагали никакими техническими средствами для маркирования сокращения или для выделения отдельных элементов и их классов. У них не было там ни различных скобок, стрелок, знаков типа равенства и тому подобное. Поэтому в качестве вспомогательных им использовались отдельные согласные или даже целые слоги. Паннини называл это «ид», в общем, такой искусственный термин, на котором я сейчас остановиться не буду, а позднейшие комментаторы назвали это «анубантве», термин, заимственный из ритуала. Так что вот можно было использовать соответствующее сокращение, например, выражение «все множество именных флексий» передавалось искусственным термином «суб», в котором первым элементом был «с», это аффикс именительного падежа единственного числа существительных мужского рода с основой на краткую, а конечный «п» — это «анубантве», то есть условный значок, выделявший итоговую в парадигме флексию местного падежа множественного числа. Класс глагольных веб-акте в плане содержания предполагал пересечение граммем категории «залог», «лицо», «число», «время» и «наклонение». Он членится на подклассы фенитных и инфинитных показателей. Подкласс фенитных представлен двумя девятичленными множествами окончаний, соотносимых с активным Парасмайпада и медиальным Атмайпада залогами. Начальный в общем списке показателей выступает флексия Ти активного залога третьего лица единственного числа. Такова структура личной парадигмы древнеиндийской. За ней следуют аффиксы других лиц и чисел. Далее по тому же принципу распределяются и девять медиальных показателей. И последним среди них оказывается медиальная флексия первого лица множественного числа Махе, замыкаемая вспомогательным элементом НГО. Вот, Аннобанг или ИТ. На базе флексии Ти и Аннобанг и НГО был создан термин Тинг, означавший все множество глагольных флексий. Совмещая аббревиатуры СУП и ИТИН, ПАНИ дал определение понятия словоформы. СУПТИНГАНТАМ, ПАДАМ. То, что оканчивается на именную или глагольную флексию, есть словоформы. Это СУТРА 1.4.14. Определение понятия подлежащего ПАНИ не давал, но имплицитно поднимал под нему порядочную цепочку словоформ, соотносимую с конкретной ситуацией. Прямым отображением анализируемой ситуации считался занимающий позицию предиката глагол, вместе с сопровождавшим его ролевым фреймом или фреймами. Соотносимые с партиципантами ситуации роли, представленные в фрейме, закреплялись за соответствующими актантами или аргументами предложения и маркировались требуемыми именными в его акте. При этом ПАНИ и ПАНИНИСТЫ, по сути, интуитивно следовали принципу единственности выражения, который был эксплицитно сформулирован лишь в XX веке Карлсоном и уточнём затем Тестельцом. Обычный, то есть несимметричный предикат не может управлять двумя или более актантами, соотносимыми с одной и той же ролью. ПАНИ выделил шесть семосинтаксических категорий Карека, обозначавшихся цеповые отношения между предикатами и актантами. При определенных допущениях Кареки можно считать приблизительными аналогами, используемыми в современной лингвистике понятия глубинно-синтаксические роли. Картер или карта, соответственно, Агенс, Карман, карма, пациенс, Карана, инструмент, Адья Карана, локус, Ападана, источник и Сампродана, цель. Отношением каждого Карека с типовыми вебактами посвящен весь раздел 2-3 грамматики ПАНИ, где демонстрируется, что относительно стандартные морфологические средства обозначения предполагаются только четырьмя из шести Карека, а именно инструментом, целью, источником и локусом. Маркерами для этой четверки выступают, соответственно, инструменталь, датив, облатив и локатив. По понятным причинам флексий 8-й и 6-й троек, то есть звательного и родительного падежей, находятся вне системы соответствий Карека вебакт. Иллюстрация использования стандартных вебакций для маркирования шести выделенных ПАНИ Некарека может служить предложение 1. Значит, рама грехат нишкрамье варуная каштхаекстхальем тандуляни пачете. Значит, рама в именительном падеже Агенс. Из дома грехат отложительный падеж источник выйдя. Для варуны, значит, варуная, с помощью дров, буквально дровами, инструментальный падеж, инструмент, как руль, значит, каштхаекстхальем. С тхальям в горшке это локус и локативный падеж единственного числа. Рисовую кашу, буквально рисы, значит, акузатив множественного числа тандуляни, то есть пациенс, варит. Так, рама из источника, из дома выйдя, для варуны, с помощью дров в горшке рисовую кашу варит или готовит. Агенс карта и пациенс карма занимают особое место на шкале соответствий, так как, в отличие от рассмотренных выше, каждая из этих двух карака может соотноситься с тремя тройками в веб-акте. Агенс с третьей инструменталисом, пациенс со второй аккузативом. И оба, при наличии особых ограничивающих условий, могут предполагать либо первую номинатив, либо шестую генетив тройки. Наиболее очевиден неролевой статус шестой тройки, флексии которой обычно используются для указания только на партитивные отношения между именами или именными группами. Ну, типа, рамосья, генетив от рама, единственное число, путрах, именительный падеж единственного числа, рамосья путрах, сын рамы. Но в случае некоторых глаголов, семантики которых имплицируют два разных ролевых фрейма, управляемая именная группа пациенса может маркироваться либо стандартной второй тройкой, либо альтернативной шестой. Таков, например, глагол «смр», означающий «помнить» и «вспоминать». Сравните предложения 1А и 1Б. В 1А матером смарати, матером винительный падеж единственного числа от матр, мать, значит, матером смарати помнит мать. В другом предложении 1Б матух родительный падеж от того же матер смарати, значит, матух смарати вспоминает о матери. Семантика разная. Агенс карта и пациенс занимают особое место на шкале соответствий, так как, в отличие от рассмотренных выше, каждый из этих двух карок может соотноситься с тремя тройками веб-акте. Агенс с третий инструменталисом, пациенс со второй аккузативом. И оба, при наличии особых ограничащих условий, могут предполагать либо первую номинатив, либо вторую тройки. Ну, я об этом уже говорил, я просто случайно повторяю. Значит, согласно правилу 2.3.46 Панине, первая тройка флексий, то есть номинатив, условно говоря, используется только для указания народ и число, производящее именной основы, протипазика. Но по другому правилу 3.4.6.8, в случаях, когда любой глагол имеет агенсную ориентацию, и следовательно им задается активно залоговое построение предложения, первая тройка выступает и как маркер агенса. При пассивном оформлении переходного глагола, то есть при его пациенсной ориентации и пассивной организации предложения, эта же тройка, согласно правилу 3.469, маркирует пациенс. Вот примеры 2А и 2Б. Значит, два рамах, картам короте, где рамах именительный поддержат рам, рам, карта винительный, вот карта циновка, короте, предложение в презентации, актива, третье лицо, единственное число делает. Значит, рам оциновку делает. Пассив без агенсной, картах КРИЭТЭ, где карта в именительном поддержании, единственное число КРИЭТЭ, форма пассива, на которую, прежде всего, указывает Викара на Я, и окончание третьего лица единственного числа медиальное. В картах КРИЭТЭ, соответственно, циновка делается. Пассивизация в классическом санскрите распространяется и на переходные, и на непереходные глаголы. Она предполагает, прежде всего, изменения в структуре глагольной словоформы. В позицию перед среднезалоговыми флексиями третьего лица внедряется суффикс, то есть Викара на Я, меняющий облик корня и имплицирующий маркирование паттенса первой тройкой, номинативом. Агенс пассивного предложения тогда переходит в состояние шамера и оформляется, согласно СУТРИ 2.3.18, третьей тройкой, инструментарем, то есть с теми же флексиями, которые функционируют как стандартные маркеры для карты инструмента. Позиция агенса в пассивном предложении может замещаться и именами артефактов, функционирующих в соответствующих ситуациях в качестве собственно семантического орудия или средства действия. Далее вот будет дан пример 4, который это иллюстрирует. Распределение маркеров агенса, паттенса и предиката в предложении подчинено универсальному правилу корреляции. Это правило 2.3.1 Пальни, анабьихиты, буквально при необозначенном. Его суть можно, дополняя пояснение Павла Кипарского, истолковать следующим образом. Во-первых, любой коррока обязательно должен быть морфологически выражен, но выражен лишь один раз. Во-вторых, агенса, паттенса и предикат связаны в этом процессе к релятивной зависимости, и приоритетом в кодировании наделена глагольная форма предиката. В-третьих, обозначенность в глаголе лица, третьего именно лица, агенса или паттенса, предполагает маркирование соответствующих именных групп первой тройкой в его акте, то есть нейтральным номинативом. Вот в приводимых примерах мы имеем дело с предложением 2В, это полный пассивный трансформ от активно-переходного 2А, который у нас было, рама ценовку делает. Предложение 3А, это активно-непереходное, значит, дерево падает. 3В, его имперсонально-пассивный дериват, деревом падается буквально. 4, это образец предложения, в котором позиция агенса занята артефактом, семантикой орудия. И, наконец, пятое, это грамматически неправильное предложение, которое, в общем-то, нарушает закон Клаксона, в соответствии с которым две разные именные группы в предложении не могут соответствовать одной и той же глубинно-синтаксической роли. Вот примеры предложений. Соответственно, 2В, это рамена в картах Криета, значит, рамой ценовка делается, полный пассив у нас был безагенс на картах Криета, значит, полный, где шамер, бывший агенс, оформлен инструментальным подешевым рамена. Дальше, значит, активное, непереходное предложение, самое обычное, дерево падает в рикшах Патати, где, значит, поскольку в форме, скажем, уже обозначен агенс, то, значит, именная группа, единственная возможная при глаголе Пат, оформляется именительным падежом. И, значит, 3В, это, соответственно, пассив или имперсонал исходного предложения, в рикшене Пат-Тьете, где Пат-Тьете, соответственно, пассивная форма, вот, глагола Пат, Презенс, третье лицо, единственное число, флексия, медиальное, потому что пассив не имеет других флексий. И, соответствующая, единственная именная группа попадая в семантические соответствующие орудия, попадая в позицию, значит, агенца, она оформляется инструментальным падежом. Наконец, значит, вот, пример Асина Чиди-Те, значит, ножом режется, где глагол тоже пассивный, и, так сказать, именная группа, семантические это орудия, значит, оформляется инструментальным падежом. Пятое предложение, вот, иллюстрирует недопустимое грамматическое предложение, где перед нами два инструменталиса и соответствующие роли инструмент в одном случае и роли инструмент в другом, но, соответственно, одна и та же роль обозначена двумя разными актантами предложения, поэтому предложение, значит, неправильное с точки зрения Панния, но недопустимо. Рамяна Асина Катах Чиди-Те, рамой ножом циновка режется. Это очень напоминает нам, в общем, знаменитый пример, который вот любил рассматривать в эти дня, там, раздавленные ногами слонами. Да, действительно, там, значит, вроде бы разные именные группы и как бы нарушают закон Клаксона, но дело в том, что для партитивных отношений закон не действует. И, соответственно, вот поскольку ноги у слонов, так сказать, части их, естественно, то такого рода предложения были допустимы. А вот рамом, ножом циновка режется или там развязается, не грамматично, поскольку партитивность здесь отсутствует. Вот то, что я успеваю сказать. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Так, есть ли вопросы? Я думаю, что тут будут у кого-то наверняка. Можно? Да, да, конечно, конечно. Есть ли прикладное применение лекарок? То есть они абстрактно бесполезны или абстрактно прикладные? Ну, на этот вопрос я бы ответил так. А есть ли прикладное применение у понятия роли в современной лингвистике? Фил Муравиц, когда, в общем-то, написал свою знаменитую «Case for Case», в общем-то, не открыл меру того, что он знаком был с грамматикой памяти. Это уже, так сказать, извлекается из всяких дополнительных источников, в том числе из его заметок в разных местах. Так что он, конечно, великий, так сказать, открыватель, но до некоторой степени он повторил то, что было сделано 2500 лет тому назад, вписав, конечно, это уже в новую модель. Так что ответ может быть только такой. Я прикладными вещами интересуюсь мало. Мне кажется, что современная тенденция, вообще говоря, подстегнуть человека к электронной вычислительной машине не самое остроумное изобретение в истории человечества. и рискует лишить нас вообще всего человеческого, что существовало века в нашей культуре. Спасибо. Спасибо. Так, еще вопросы? Можно? Да, да, конечно, Анна Григорьевна. Большое спасибо представителям национальной традиционной арабской грамматики. Очень полезно познакомиться с предшественниками и разработчиками древних грамматик для древних языков. У меня два вопроса. Вот грамматика Панине, она соответствует только вот санскриту, то есть вот какой-то древней форме языка, или ее положение можно применять и к каким-то другим индейским языкам. Это первый вопрос. А второй, вот все примеры, которые вы привозили на разные формы и конструкции, это примеры самого автора грамматики, то есть входят в текст грамматики? Понятно. Спасибо. Значит, попробую ответить на первый вопрос. Панине прежде всего был заинтересован в создании, условно говоря, учебника для брахманов с тем, чтобы они пользовались правильным языком и не допускали разного рода грамматических и лексических ошибок. Это была главная его задача. Но поскольку он сам представлял Варну Брахманов и, так сказать, прекрасно был знаком с ритуалом, и сам его регулярно совершал, кстати, перед каждым своим занятием с учениками, как о том сообщает нам позже его комментатор Патанжеле, то он, в общем-то, достаточно хорошо знал и ведийский. В индийской традиции, надо сказать, что два языка не разделяются, они все называют санскритом. И в лучшем случае говорят о санскрите вед и последующем санскрите. Но на самом деле, как вот принято в западной традиции, у нас Татьяна Яковлевна Елизаренкова, значит, писала это и в своей монографии, и во многих публикациях, о том, что это разные языки. И, в общем, это легко показать. Действительно, там и разный состав категорий, и разные акценты на граммемах внутри, так сказать, одинаковых категорий, разная фонология и так далее и тому подобное. Тем не менее, Панни делал в своей грамматике регулярные отсылки на ведийский, и время от времени, значит, указывал, что вот, скажем, такое-то или такое-то правило в ведийском не работает, или наоборот, что, значит, в дополнение к тому, что было сказано, еще действует такое-то. По поводу, значит, примеров, ну, они, в общем-то, отчасти стандартные, значит, встречаются, в общем, во многих описаниях, а часть я брал из первой такой полной комментаторской работы 7 века уже новой эры, Кашика, значит, бенорезская работа двух бенорезцев, двух брахманов-ученых, которые полностью прокомментировали все сутры Паннини и снабдили их примерами. Вот там, значит, скажем, пример с ножом режется, взят оттуда. Спасибо. Пожалуйста. Так, еще можно задать один вопрос, я думаю. Можно я задам? Хорошо, хорошо, задавайте, да. Здравствуйте, спасибо большое за интересный доклад. Я хотел бы вот уточнить один момент. В самом начале у вас упоминаются глагольные корни, именные основы. Это перевод оригинальных терминов или все-таки такой несколько условный перевод? Ну, это вполне, так сказать, достоверный переход под дгату, буквально поставленные, имеются в виду исключительно глагольные корни. Паннини, как и его предшественники, им большинство последователей, был вербоцентристом. То есть он считал, что подавляющее большинство имен, в общем, происходит из глаголов. И в некоторых случаях, ну, ему это не было свойственно, вот позднейшим комментаторам было присуще даже, так сказать, стремление интерпретировать именные основы явно, так сказать, не от глагольного происхождения, все равно через глаголы, значит, придумывался. То есть не придумывался, а брался с соответствующей коренью, а потом уже дальше, так сказать, вот давалась такая мифологическая картинка, почему от этого корня было образовано то или иное существительное. Вот при этом расчете, значит, в свой список основ именных Панни включил только те основы, в которых он, ну, как бы был уверен, что они не глагольного происхождения. Значит, все остальное осталось за его пределами, и, в частности, формы женского рода, в которой он считал, что все, значит, образуются или были когда-то образованы от исходных существительных мужского рода за счет определенных, значит, формальных правил. Так что вот его список именных основ по сравнению со списком глагольных корней, очень подробным и очень полным, поражает некоторой такой лаконичностью, значит, там вот немногое осталось. А так это обычные переводы, значит, переводится, как правило, как root английская, и, значит, соответственно, протипадика, как stem. Понятно. Спасибо большое. Так, спасибо. Я думаю, что можем мы теперь перейти к следующему.